здравствуйте друзья солнышко нет с утра и у меня нет такой заботы как поставить тут камеру на дэшборде чтобы в объектив солнышком там не светило так удобно удобно с утречка отвечать на вопрос о том как работает бюрократия вот точнее вопрос там был такой что я упоминаю вот бюрократию американскую а как она вообще вот эта американская бюрократия вот в чем сложность скотчем проблема там и тогда значит я бы тогда как-то уже из немножко со стороны бы начал точнее пошире взял бы те в том что есть бюрократия когда мы говорим о государстве и государство это самая крупная организация в соединенных штатах там работают чуть ли не четверть населения имея ввиду и федеральные уровне штаты и муниципалитет и там работает очень много людей это большая махина и она работает по правилам вот давайте бюрократия в частности состоит в том что люди работают по правилам и они должны работать по правилам и с этим ничего сделать нельзя и лучше чтобы они работали по правилам чем по понятиям знаете поэтому бюрократия может быть с ней иногда сложно но во всяком случае она работает по правилам и это очень хорошо в этом есть большой плюс так вот есть бюрократия государственная есть бюрократия корпоративная вот есть чиновники и там уже там тоже начинается потому что правила правилами но внутри компании внутри корпорации чиновнику легче может быть нарушать эти правила допустим если государственный чиновник он в общем-то вынужден он подконтрольно со всех сторон прозрачный вот то корпоративно гораздо более скрытый то есть он может под видом соблюдения правил он может чем такой мудрить саботировать какой-то свой интерес личный протаскивать ну и так далее чуть-чуть вам рассказываю господи что бюрократии не видеть значит теперь что хорошего в американской демократии скажем так отличительно хорошего по сравнению скажем с бюрократии где-нибудь еще вот но из тех что я видел я много не видел но вот кое-что видел это бюрократия которая если те чего положено ты это получишь то есть она у тебя не отберет того чего тебе действительно положено бывают пограничные ситуации когда возникает вопрос вот а положено или не положено насколько положено для этого есть суд вы идете в суд и говорите вот так и так меня бюрократия обижает и суд принимает какое-то решение и суд бюрократии не контролируется ни корпоративный не государственный никакой абсолютно независимый суд в этом некоторые удобства то есть чего положено все твое и бюрократии в общем-то не стремится отнять у тебя то чего тебе действительно положено то есть может быть бывают какие-то случаи там я не знаю то все но но в целом как бы смысла нет делать что-то что заведомо проигрышная но но чего сама вот поэтому так вот конечно бюрократия может например взятки брать да то есть если какой-то такой сомнительный момент вот где-то кому-то дать или не дать вот этому дать или от не этому дать подряды какие-нибудь выгодные там еще чем там может срабатывать какая-то такая вот бюрократическая система где кому-то дают взятки но не то чтобы я видел например как дают взятки и не то чтобы я был объектом вымогательства объектом или субъектом нет я лично с этим не сталкивался я вижу что пишут там допустим в прессе на этот счет что тут разоблачили там поймали здесь чего-то вот я помню даже в сакраменто был интересный случай там какого-то дядьку я боюсь соврать то ли посадили то ли уволили из я думаю за миграционную службу так он там выдал два десятка green card за деньги знаете вот такие люди бывают поэтому я не знаю кто-то скажет нас как здорово заплатил все правда удобно вот что касается нас вот людей там как бы простых чего нам бюрократия правда но если вы работаете в большой организации то чем крупнее эта организация тем ближе она тем по более она похожа на государство то есть скажем те же самые проблемы начинают все с большей и большей остротой там переключаться до до смешного но то есть основная проблема это неэффективность я бы так сказал вот я как-то пришел работать в очень большую компанию ее как раз тогда купил айбием она и без и бем была крупная но вот купил ее тогда айбием это было 20 лет назад очень известная компания не хочу называть очень большая я как-то даже писал рассказе к об этом деле у меня есть в моих мемуарах как я там работал и вот менеджер я вышел первый день менеджер мне говорит я в обед там уезжаю в командировку поэтому давай быстренько там какие вопросы эти покажу что чего почти поскочу а я как бы senior level то есть я не ну не должен простых вещей спрашивать я как бы так должен достаточно самостоятельно работать ну так он мне что-то там показал и убежал я единственный я я первый кто нанят в эту бригаду я единственная консультант то есть через через какое-то агентство меня там нами но хорошо и я начинаю разыскивать большое здание четырехэтажное такой серьезно я начинаю разыскивать кто мне даст ну то что положено для работы доступ там в бактрекинг систему email мне нужен там корпоративный но что там простые вещи админ нужен короче я начинаю искать админа и там большой этаж и так народ когда я к ним подхожу и спрашиваю они тогда меня смотрят с недоумением но в итоге как-то вот я так значит нашел нашел этого админа а он еще знаете такой он минут десять как бы не признавался что это он он вот так а что а почему а чего то я говорю первый день я бы там первый день у меня email нужен мне там работать надо он говорит а пусть твой менеджер мне напишет email говорит он а я тогда значит вот тебе сделаю я бы уехал бы в командировку значит ну и действительно он не то чтобы он не прав вот он прав то есть я не должен к нему ходить и говорит сделайте мне имел для этого есть менеджер которым должен ему написать и он не сделает и против так система работы но нет менеджера есть я а я уже пришел работать и и я получаю хорошие деньги и и как бы но потяну пофигу людям там какая-то компания там много миллиард миллиардная там со всеми ее проблемами это такое его личное дело вот он должен был получить email он его не получил соответственно я должен там две недели не работать но я его я его дожал я его дожал потом значит там был момент когда мне нужен был доступ в баг трекинг дейтабейс то есть там где ошибки записаны с прошлой версии проекта я работал на версии 2.0 а до этого была версия 1.0 ее делали в массачусетсе а дальше перевели проект вот сюда в калифорнию мы будем сейчас проезжать мимо этого здания ну и вот в общем у меня подозрение такое что если вышла версия 1.0 то в ней было много ошибок которые не были починены ну то есть как бы естественно я я знаю как как работает но чего успели починили чего не успели так и ушло я думаю над первым делом проверить ну а мне доступа не дают и потом уже когда менеджер приехал он значит тоже пытался пробить ему говорят нельзя он консультант и я тогда горячий был то есть сейчас бы я плюнул бы и все а ну или ушел бы может куда я не знаю но во всяком случае я бы не стал взламывать эту базу данных несчастную но так тот момент что-то меня разобрало и я ее взломал и каждый день писал ну проверял там что работает не работает каждый день писал два десятка таких ошибок что там просто программисты бедные они там бегали с глазами выпученными и в общем плохо всем был потому что там действительно было очень много чего я просто чему рассказываю не эффективность вот все сделано через задницу не так чтобы допустим люди которые хотят работать могли бы работать вот этого нет братья то есть она в какой-то степени есть а в какой-то степени она придушина безусловно там люди работают ну что сказать но как бы вот личной ответственности нет если ты хочешь что-то такое вот ну сделать так значит дальше начинается кто чего почему разрешение подписи по всем инстанциям все это очень долго там занимает и так далее поэтому такая вот неэффективность поэтому малый бизнес малый бизнес отжал компьютерную индустрию от большого если вы посмотрите например на ну 60 и 70-е годы например тогда были вот эти mainframes большие компьютеры дорогие тогда если ты хотел быть в компьютерной индустрии ты должен был работать в крупной компании потому что только в крупной компании могла быть вот такая машина на которой ты работаешь с появлением писишек с удешевлением всех этих дел получается что ты гораздо лучше в профессиональном плане развиваешься если ты работаешь маленькой компании же маленькая компания динамично у нее нет такого что она купила технику и она там должна 7 лет отстоять пока там депрешейшин произойдет или как там износ там марк моральный какой там износ вот и ее надо будет заменить на новую машину в маленьком бизнес это мы каждый год можем заменять машину причем вот я я стою я решение принимаю мне не надо ни с кем согласовывать ничего у меня нет таких правил никаких поэтому по мере того как вот вышла и набирала обороты менять менятилизация вот этого всего соответственно привлекательность большой компании сошла на нет она может быть она может быть привлекательна конечно бенефитами какими-то какой-то стабильностью явный или мнимый я уж там не знаю но вот динамики там нет профессиональной и я знаю дядьку одного он работает в штате орегон он там живет и работает прямо в самом штате вот смысле в аппарате штата в правительстве когда он айтишник он он программистом на орган и я с ним разговаривал ну не знаю там пять лет назад жена его у нас учился я с ним разговаривал он приезжал там ее навестить его как тобой ну и и он как-то так был вот недоволен потому что он же хотел перейти на какую-то более последнюю версию там оракла у них было довольно устаревшие чем серьезно устаревшие на чем он работал и я говорю а почему же вы не переходите он будет но там есть сеньорите то есть люди которые там раньше пришли им раньше дают доступ к новой техники понимаете вот вот это бюрократия вот вот и все если бы он работал в маленькой компании она боже вышла из бизнеса с такими policies да и так далее вот вот эта бюрократия я не говорю про какие-то тяжелые случаи когда идет борьба там за что-то конечно трудно пробиваться через бюрократию никто не берет на себя решение она куда-то спихивается она куда-то уходит она не проходит она какими-то там кругами и ты не можешь найти никто не виноват и так далее конечно вы можете пойти в суд но это уже начинаются сложности но уже понимаете уже сложно хотя безусловно есть некоторые статьи так сказать претензии по которым судиться удобно например судиться удобно за там скажем какие-то трудовые вопросы по трудовым вопросам потому что всегда есть адвокаты которые радостно хватаются зная что у корпорации денег много страховки потрясающие в этом смысле вот они там их раскручивают у меня есть один знакомый который был но большим каким-то менеджером не не потестировали айтишным менеджером в громадной компании которая входит в одна из форчен ван хандрид не файф андет ван хандрид большая компания и он нанял какого-то парня инженера мексиканца который он как бы грамотный был но ленивый он просто просто сычковал откровенно сычковал и это очень трудно понять вот во время найма так быть может грамотный мужик там отвечает хорошо всем и тот значит ну а этот начальник он его гоняет этот на него написал кляузу а он его уволил я извиняюсь он его уволил этот написал кляузу что этот его там как-то обзывал там по мексиканской линии там типа там мексиканская там не хочу повторить всяких слов нехороших но как бы вот он его дискриминировал и этого начальника взяли и уволили уволили как бы не разбираясь не вникая ничего потому что большая компания она боится что ее сейчас засудят или что-то такое есть сделаны там и тогда и они им проще человека уволить что такой человек для большой компании господа это вообще ничто на абсолютно любой должность поэтому его уволили и вот тут он уже пошел в суд и ему дали очень серьезную сумму денег потому что действительно вот эта большая контора у нее денег много судит их с удовольствием любой берется там хороший адвокат не побрезгует судить компанию испорчен вам хамби и в итоге он так ушел с очень хорошей компенсации там и так далее но опять бюрократия мы как-то тут разбирались с сети of mountain view который нам по школьным делам выписал значит предписание в течение двух недель из шести классных комнат сократить наши операции до одной это было когда мы там находились mountain view это было где-то в 2000 году примерно как раз на на пике интернет бума и действительно нас много было бы там создали толкучку некоторые но дело не в этом и они значит заслушивают какую-то жалобу про нас что мы там вот у нас много и мы там мешаем соседям вот и и принимают решение такое я сказал эмоциональное о том чтобы вообще какая-то нелегальная операция черт знает там непонятно что и что вот мы должны значит там в течение двух недель прекратить наши операции мы на апелляцию подаем в городском там совете они тоже так настаивают ну тогда вот я беру адвоката и значит да я просто рассказываю к тому моменту когда я с адвокатом разговаривал я ему говорю что можно сделать он это сколько тебе нужно потянуть вот ну допустим чтобы место новое найти или что я буду ты знаешь несколько месяцев нужно сколько можно потянуть года полтора легко можно потянуть я почему же так он говорит потому что говорит он чиновники у них полное ощущение что они как бы сказать им ничего сделать нельзя они не отвечают лично за свои действия это во-первых во вторых у них полное ощущение своей правоты вот это безнаказанности и так далее могут поэтому существенно поэтому они очень часто нарушают все мыслимые и немыслимые правила не потому что они хотели нарушить а потому что у них вот какое-то такое ощущение что чиновник он и есть правило вот вот он правило вот поэтому их легко судить поэтому они всегда проигрывают там и так далее так далее даже говорит, не беспокойся, мы их сейчас там прищучим. И, собственно, так и вышло. Мы-то, кстати, так и не уехали оттуда. Мы там еще после этого 10 лет пробыли. Никто нас там не обижал. В общем, такая вот история. А уехали мы 5 лет назад уже по собственному, так сказать, разумению. Поэтому я вот рассказываю как бы про бюрократию, ну, как бы в основном опираясь на наш опыт. Ничего страшного. Я хочу сказать, что с местной бюрократией вполне можно иметь дело. И если вы на самом деле не любите иметь дело с бюрократией, работаете в маленькой конторе, работаете на себя. А если уже работаете в большой конторе, вы уже не жалуетесь на бюрократию. Вы скажете себе, я может быть, не люблю бюрократию, но я признаю, что у бюрократии есть не только минусы, но и плюсы. Понимаете, не бывает только минусов или только плюсов. Это такая как бы гармония, это баланс. Поэтому я в этом балансе, значит, акцентируя свое внимание на плюсах, а не на минусах. Иначе, если я больше на минусах, чем на плюсах, тогда надо идти куда-то и как-то решать этот вопрос иначе. Вот, собственно, и все. Счастливо! 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 Продолжение следует...